Подбирать кадры на государственную службу по родству намерены запретить законодательно. Сегодня такие поправки в законопроект о госслужбе мажоресмены одобрили в первом чтении. О грядущих новшествах в чиновничьем аппарате докладывал глава профильного агентства Алихан Байменов. Несмотря на поддержку документа, некоторые депутаты заведомо высказывали сомнение, что эта норма будет работать. О новшествах в госслужбе и создании так называемого корпуса элитных чиновников, сегодня говорили казахстанские и зарубежные эксперты. Галия Марат выслушала и зафиксировала все за и против. Депутаты сегодня удивлялись оперативности главы агентства по делам госслужбы. Меньше недели назад Алихан Байменов рассказал общественности о грядущих реформах в госаппарате, а сегодня за поправки уже проголосовали мажоресмены. Дарига Назарбаева заметила, так быстро законопроекты не читают даже депутаты, но Байменов настроен решительно. В Казахстане скоро появятся чиновники класса люкс. Закон создает возможность для того, чтобы ввести управленческие корпуса. Так как должности управленческого корпуса будут формироваться из имеющихся должностей политических госслужащих, частично административных госслужащих, то это может привести к изменению баланса между численностью политических госслужащих и административных государственных госслужащих. В корпус А намерены отбирать самых успешных и талантливых профессионалов. Попасть в него сможет не каждый чиновник. Высшая должность в структуре отдана ответственному секретарю. Далее главы комитетов, городские, районы и сельские акимы. Политические госслужащие в список элиты отбираются сугубо по решению президента. Байменов уверен, так казахстанские чиновники перестанут кочевать командой. По министерствам и ответственных управленцев станет больше. Вы сказали, что теперь не будет по признакам родства и преданности и так далее продвижения по государственной службе. Вы сами в это верите? Я лично верю, Дарья Ивановна Рустановна. Я лично верю, что уменьшится... В это верят и зарубежные эксперты. Подобная система, когда создают отдельный кластер чиновников, уже давно действует в мире. К примеру, во многих странах Европы это есть. В США. Я сам из Индии. У нас тоже это действует. Отечественные политологи также считают идею создания корпуса А неплохой. Стране действительно нужны настоящие управленцы, которые начнут создавать новую политическую культуру. Но отбирать будущих управленцев должна национальная комиссия, входить в которую будут те же чиновники. Если обе палаты парламента одобрят законопроект, то в агентстве по делам госслужбы намерены додумать мелочи. Например, будущий размер оклада управленцев. Кстати, он сравняется с зарплатой бизнесменов. Но на все плюсы есть и минус. Из корпуса можно выйти и не вернуться за коррупционное преступление.